Сегодня мы вас пригласили по очень хорошему и доброму делу, на что хотел бы обратить внимание вас и через вас на всех жителей нашей Пенинской области, гостей Пенинской области, тех, кто интересуется, кто живет музыкальной жизнью нашей Пенинской области, кто с удовольствием вместе с нами следит за теми новинками, теми премьерами, которые готовят ведущие музыкальные и профессиональные коллективы нашей Пенинской области. В частности, наша главная концертная организация Пензоконцерт хотел на что обратить внимание. Мне нравится, что у нас вырабатывается такая система, когда мы заявляем о начале работы над каким-то проектом, озвучиваем какую-то идею, а затем проходит время и в назначенный срок мы вас приглашаем, мы уже рассказываем о том, что эта идея начинает воплощаться, называем дату премьеры постановки и рассказываем о том, как профессионалы, которые любезно соглашаются с нами сотрудничать, я говорю о Ольге Тимофеевне Ивановой, начнут реализовывать этот проект. Когда мы впервые приступили к реализации проекта постановки оперы Травиата на Пенинской сцене, вы помните, это вызвало огромный, буквально шквальный интерес на свою музыкальную общественность, это не осталось незамеченным в масштабе Российской Федерации в силу того, что ставила эту оперу ведущий режиссер оперной Ольга Иванова, и в силу того, что наша капелла симфоническая под руководством маэстро Каширского проявила себя настолько профессиональным коллективом, который оказался по силам поставить оперную постановку на Пенинской сцене и с очень интересными солистами, мы понимали, что на этом останавливаться нельзя, и что пензенский зритель созрел, и что самое главное, мы ставили Травиату, когда у нас не было вот этого замечательного здания, можно сказать, музыкального театра. Маэстро Гергиев, вошедший в зал большой новой пенинской филармонии, сказал, что у вас готовый зал музыкального театра с прекрасной акустикой, с хорошей сценой, с хорошей оркестровой ямой, со всеми условиями хорошими. Значит, и мы тогда еще сказали, что Травиата, да, следующая постановка будет уже обязательно отечественная, обязательно на сцене новой пенинской филармонии, обязательно патриотическая и обязательно посвященная 70-летию Великой Победы. Все свои обещания мы в полном объеме выполняем. Такое поручение нам дал губернатор Пенинской области Василий Кузьмич Бочкарев, он поддержал этот проект, он изыскал возможности выделить необходимые финансовые средства, а самое главное, он оказывает всяческую творческую, всяческую политическую поддержку этому проекту. Когда состоится премьера? Сейчас мы более подробно обо всем этом с вами поговорим. Единственное, что хочу сказать, вот уже в течение многих дней черновая первичная работа над этим проектом происходит. Капелла, оркестр и хор маэстро Каширский уже приступили к реализации этого проекта, то есть к репетициям. Уже Ольга Тимофеевна отсматривает наших солистов на возможность их участия в ролях второго плана, может быть, где-то потом с последующим вводом и на роли первого плана, об этом она скажет, что сама не мне об этом говорить. Уже начинаем мы думать о сценографии, о каких-то необходимых декорациях, о каких-то костюмах, обо всем этом организаторы постановки расскажут более подробно. Я только вам хочу, заканчивая вот такое вступление, как представитель учредителя Гаук-Пензо-концерта, и как человек, который курирует непосредственно этот проект. Проект называется «Постановка музыкального спектакля» по стихам Симонова «Жди меня» по произведению. Так вот, хочу сказать, что это будет, скажем так, вершиной музыкальных подарков наших профессиональных коллективов к 70-летию Победы. 64 дня осталось до Великой Даты, 64 дня осталось до 70-летия Победы, и каждый день, вот уже сегодня, завтра, пусть завтра, происходят различные премьеры, различные концерты, творческие встречи, новые номера, новые спектакли. Хочу сказать, что параллельно с нами наш драмтеатр приступает к постановке севастопольского вальса, что ансамбль этнической музыки «Миряне» вот уже в марте представят по Васильеву «Ах, бабы, бабоньки» о судьбе русской женщины в годы Великой Отечественной войны. Вот такая будет музыкальная постановка, видите, к 70-летию у нас очень будет болезненько. Но вершиной профессионального подарка всем пензенцам, воевавшим, вернувшимся, и данью памяти всем великим, 300 тысяч жителей Пензенской области ушло на фронт, 200 тысяч не вернулось, 260 героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, нет такой больше области, нет такого региона в Советском Союзе, в котором на тысячу человек было бы столько героев, и в котором бы из 300 тысяч ушедших не вернулось две трети. Первый герой Андрей Кижеватов, который в первый день войны был командиром Брестской крепости, наш земляк, последний герой, который начертал на стенах поверженного рейстага, мы из Пензы. Вот так Пенза в победе, вот так Пенза была в победе. Где, как не в Пензе, сделать такую премьеру. Я очень признателен Ольге Тимофеевне, я очень признателен маэстру Каширскому Владимиру Викторовичу, я признателен руководству Пенза концерта за их настойчивость в проведении этого проекта. У меня нет сомнений, что этот проект удастся, а вот как он будет реализовываться, на какой стадии он находится сегодня, что будет делаться за оставшееся до премьеры времени. Я думаю, что сегодня, тем более, Ольга Тимофеевна уезжает уже в Москву, поработав у нас, я думаю, самое время предоставить ей слово, она уже от первого лица расскажет, потом маэстро Каширский расскажет о ходе подготовки непосредственно базового коллектива губернаторской симфонической капеллы, и на вопросы ответит Андрей Викторович Мамонов. Если ко мне вопросов больше нет, я с удовольствием предоставляю Ольге Тимофеевне Ивановой микрофоны для дальнейшего выступления. Вы знаете, у нас, конечно, я не политик, я занимаюсь искусством, причем таким оперным искусством, чисто оперным искусством всю свою жизнь, но тем не менее я не могу не восхищаться тем местом, где я живу в России. Это не политический лозунг, а это очень серьезно. Почему? Потому что, несмотря ни на какие санкции, несмотря на то, что вот бывает так, что все против одного, вроде бы все против нас, ну, во-первых, великие всегда говорили, что большинство не всегда право бывает, и вперед прогресс, и науку, и искусство двигают единицы, в общем, поэтому, может быть, мы сейчас в том исключительном состоянии, когда мы должны, может быть, всему миру показать, что мы умеем. Но я к чему говорю вот такое патетическое заявление? Потому что, когда я приехала сюда во второй раз и увидела это прекрасное здание, вы знаете, я настолько была восхищена, настолько я не поверила глазам, как это возможно в наше время, во время такой, как бы, жесткой, жесткому отношению к действительности, к тому, что, ну, просто к нашей жизни, жизнь становится такой суровой очень. Быстрый такой дворец, с такой любовью, с таким пониманием, с такой акустикой. Вы знаете, и, конечно, вот в таком доме, в таком доме должны звучать, в общем, и достойные вещи, достойные сочинения. То есть здесь уже и зритель, который сюда войдет, он войдет с отношением, что он увидит что-то прекрасное. Поэтому вот это вот помещение, и это просто вот, просто мечты сбываются. Мечтали о том, что будет оперный театр. А, в общем, вы знаете, несмотря на то, что нет пока оперной труппы, ну, вот он, оперный театр, прекрасный оперный театр. А что такое оперный театр? Это помещение, вот оно у нас есть. Не у каждого оперного театра в Европе, и даже в Москве, и в других городах есть вообще помещение. Маленькие сцены какие-то есть, мечта только о таких сценах. Помещение. Это хор, и это оркестр. Певцы сейчас вообще как бы такие люди гастролирующие. Они работают в одном театре, приезжают в другой театр с удовольствием, очень гибкие, очень выученные, хорошо, с хорошими голосами. Поэтому вот она основа. И вот несмотря на то, что мы попали в такую как бы трудную ситуацию сейчас, казалось бы, и денег на постановку нет, и этого нет. А сцена прекрасная совершенно, она вот обязывает к тому, чтобы здесь что-то было возвышенное. Мы, конечно, решили сделать с вами вместе, с вашей подачей, с подачей вашего музыкального руководителя, капеллы, ну просто можно сказать невозможное. Невозможное. Почему невозможное? Потому что мы решили, что надо нам готовить вот этих артистов оркестра, учащихся в вашем музыкальном училище, все-таки к этой мечте, к тому, что здесь будет оперный театр. Ведь оперный театр – это не только, понимаете, Онегин или Ленский, да? Это масса других персонажей, они должны все играть, петь. И вот мы взяли такой материал, материал очень серьезный. Материал, я вам скажу, ну это одна из самых любимых, во-первых, был фильмов в Советском Союзе когда-то «Жди меня». Ну можно сказать, что мало ли что там было, что мы все ретро-ретро. Это не ретро, это совершенно как бы новый подход к этой истории, а история вечная как мир. Женщина ждет с войны мужа, ей говорят, что он погиб, что он потерян. Все друзья говорят, все в нее влюблены, все у ее ног стоят и чуть ли не предлагают ей забыть мужа. А она его ждет, она его ждет. И вот это такая простая вещь, что женщина ждет мужчину с войны. Она не может быть ретро, она не может быть забытой, во-первых, да? Она вечна. А во-вторых, она сегодня вдруг стала настолько актуальной, что это просто становится даже страшно. Насколько все-таки, когда великое искусство, когда такой писатель, как Симонов, придумал эту историю, когда такие замечательные артисты, как Серова, сыграли и запечатлелись в нашем образе, насколько это сегодня может быть в новом качестве и современном. Так вот, мы рискнули и решили взять действующих лиц прямо вот из массы, из хора. Ну что такое хор? Ведь хор – это люди, которые учились профессионально, которые учатся петь, у которых, может быть, вот здесь, в данной области, в силу всяких обстоятельств не хватает актерского мастерства. Может быть, поэтому меня и пригласили, потому что я работаю очень много лет с певцами, с актерами, умею это делать, люблю это делать, люблю этих людей и стараюсь их всегда чему-то научить. Вот мы, я взяла, я веду лабораторию режиссеров, у меня очень много молодых режиссеров в моей лаборатории. Вот один из них Николай Панин, который здесь сидит, молодой режиссер. «Коля, встань, пожалуйста». Вот буквально с первого, со второго курса он, как бы я учу его быть режиссером вместе с его педагогами. И я специально пригласила его сюда, чтобы он тоже работал с певцами. Я ставлю спектакль, он отрабатывает многие вещи. А почему? Потому что здесь должны появляться молодые люди, здесь должны появляться специалисты, потому что такое здание требует того, что здесь был очень высокий уровень. И эти молодые люди, конечно, придут сюда и заполнят его. Ну, вернемся к нашему спектаклю. Так вот у нас такая история простая. Ну, во-первых, вот нам с драматургом Батвиловским пришла такая счастливая мысль. Она пришла еще несколько лет назад взять вот эту основу, эту пьесу и собрать самые лучшие шлягеры. А вы знаете, что песни военных лет, они обыкновенные, они настоящие шлягеры, они поются до сих пор. И вот театрализовать эти песни, вкрапить их в этот сценарий, и получилось так, что мы заказали специальную оркестровку этих песен композитору Уманскому. Он сделал оркестровку. Поэтому вот это произведение, оно как бы театрализованный концерт, оно спектакль, музыкальный спектакль. Но все равно это наш шажок к опере, той опере, которой мы мечтаем. Потому что это надо хорошо петь, это надо играть. И вот мы в хоре выбрали персонажей. И вы знаете, получается так, что выявились такие даровитые люди, они даже сами не знали, что они такие одаренные. У одного выбрали роль человека с юмором, юморитический дар открылся какой-то вдруг. Вторая женщина вдруг запела, не просто таким хоровым голосом, а вспомнила, как она в Саратовской консерватории училась, как она пела. То есть, мне кажется, это будет большой сюрприз и вообще для города, что вот люди, которые поют в хоре, их всегда видят вместе, они ничем не выделяются. Каждого мы постарались раскрыть, сделать их персонажами, и, в общем-то, вы их все увидите в этом спектакле. Мы пригласили двух солистов из Москвы, но только для того, чтобы, может быть, показать класс. Причем я выбрала лучших солистов нашего театра, вот где я работаю, театр имени Покровского. Это Роман Бобров и Татьяна Канинская. Специально выбрала людей с прекрасными голосами, потому что в такой акустике надо, чтобы зазвучали все-таки. Там есть песня «Жди меня» Молчанова. И вот она звучит литмотивом по всему этому спектаклю. И надо сказать, что когда эта Татьяна Канинская, она уже сюда приезжала, и она запела, конечно, народ зарыдал просто. Потому что когда соединяется музыка, прекрасное пение. И очень часто у меня на репетициях кто-то всплакнет, понимаете, кто-то раз-раз и всплакнет. Ну, и люди так проникаются и так стараются, что, в общем, я очень довольна этой работой. Ну, конечно, я с трепетом жду, как это зрители оценят. Одно дело, это мы радуемся своим успехом. Там больше, меньше это. Ну, как это воспримет зрители? Ну, я скажу, что мы это делаем для зрителей, для ветеранов прежде всего. И в конце у нас спектакля, я надеюсь, я хочу сделать так, у нас будет видео, большой экран и основная декорация. Там будет и хроника, там специально подбирается такой видеоряд, который еще усилит это воздействие, этого пения, этого эмоционального посыла этот. И я хочу, чтобы, знаете, в конце, вот вы говорили, у вас герои Советского Союза такое количество, чтобы прямо люди увидели крупными буквами, когда на этом экране пойдет список этих героев, чтобы люди увидели эти фамилии, чтобы мы запечатлели это. Потому что последняя сцена у нас у Вечного Огня. Ну, в общем, вот так мы трудимся здесь, в этом прекрасном здании. Я думаю, что этого здания очень большое будущее. Спасибо огромное, спасибо. Коллеги, вопросы к Ольге Тимофеевне? Пока нет. Пожалуйста, Владимир Викторович Каширский. Я хочу тоже подчеркнуть актуальность и важность этого спектакля. Сейчас и, во-первых, День Великой Памяти, День Великой Победы приближает нас каждый день к этой дате. Сейчас и международная обстановка такая, что говорит нам о том, что надо помнить о героях, помнить о людях, которые отдали жизнь свою, вот за то, чтобы мы с вами вот сидели сегодня здесь, за то, чтобы у нас с вами была такая прекрасная филармония, за то, чтобы у нас с вами работали коллективы, которые есть в этой филармонии, чтобы приезжали сюда творческие люди, которые могли помогать нам, могли здесь какие-то зерна искать, которые потом прорастут и дадут достойные всходы, такие артистические. И когда мы узнали вот об этом спектакле, и когда мы порадовались, когда Ольга Тимофеевна будет нашим режиссером, это просто такая радость, потому что человек самозабвенно работает, как говорят, до конца, до износа, так же, как и ее помощник сейчас замечательный. Знаете, они действительно вскрыли какой-то новый нерв и в хоре, такие там появились яркие артистичные люди, о которых просто и не знал никто. Они поют, они работают, но они еще и не только певцы хоровые, но они еще и артисты. Это вот важно. С огромным интересом воспринял партитуру этот оркестр. Мы с оркестром уже выучили всю партитуру от и до, то есть мы играем без проблем. Сейчас мы занимаемся постановкой, будем заниматься постановкой с солистами, с ансамблями, которые есть в этом спектакле, и объединять все это вместе с Ольгой Тимофеевной, вместе с ее помощником, объединять все это. Вот я в связи с этим хочу подчеркнуть важный момент, что вот губернатор, он ждет очень, когда в Пензе будет работать музыкальный театр. Он поставил передо мной при встрече такую задачу. Надо, чтобы музыкальный театр в Пензе был. Это шаг культуры нашей области в новые качества. Вот когда будет такое, и я хочу спасибо сказать Кириллу Владимировичу, который активное участие принимал и в подготовке травиаты, и к этому спектаклю, он очень положительно отнесся. Я сразу увидел, вот хватка у него такая... Было бы еще слух, можно было на роль третьего плана претендовать. Он сразу увидел здесь вот то, что именно нужно. То, что именно нам сейчас по силам, и то, что будет с шагом вперед в нашей творческой работе и в нашей культуре в том числе. Поэтому я хочу сказать, чтобы все пенсенцы знали, что вот эта работа, она проводится с огромным энтузиазмом, огромной ответственностью. То есть мы чувствуем себя ответственными за то, чтобы все это воплотить. Потому что пример тому, великолепный режиссер, пример тому, то, что у нас уже была опера. То есть мы пробудили у людей интерес. Люди потянулись к этому. Я сам видел, как на опере многие плакали. Плакали известнейшие люди нашего города, которые сидели в зале. Это, я сейчас не буду говорить фамилии, это уважаемые, значимые очень люди. В хорошем смысле слова «культурный шок». Да, вот подходящее слово «культурный шок». Благодаря тому, что на репетициях постоянно находился застрожный, постоянно находились методисты, люди, которые отвечали, взирали на это, смотрели, помогали. Это очень важно. Люба здесь, Любовь Владимировна Сычева, очень активное участие, это жалко, вот ее нет, активное участие здесь принимала. И сейчас идет нам навстречу администрация, которая представляет место, которая представляет возможность для занятий. Это очень важно. Вы знаете, ведь у нас нагрузка здесь огромная у коллективов. Постоянно здесь репетиции какие-то, концерты. Да, чтобы вы поняли, прошу прощения, маэстро. Вы поймите, конечно, осталось 65 дней, капелла, она каждый день 2-3 концерта в школах, в вузах, в выездные, в районах. И это параллельно, все накладывается одной. Ребятам не позавидуешь, но они этим занимаются с удовольствием. Вот это радует, прошу прощения. И когда вот такая помощь, то мы уверены, что все это будет достойно. Я еще раз хочу подчеркнуть, что все вы придете на премьеру, и вы увидите нового качества музыкальный театр. Я-то ни минуты не сомневаюсь. Вот Ольга Тимофеевна, тому порука и Киев Владимирович. Потому что это дело будет сделано, осуществлено. На что мы надеемся. Спасибо. Хочу всех пригласить. Спасибо, маэстро. Реплика Ольги Тимофеевны. И потом директору концерта дайте слово. Я хочу сказать о том, что так ли принимает участие замечательный художник. Он главный художник известного в Москве у нас театра новая опера. И сейчас его с нами нет, потому что он сейчас готовит юбилей Васильева, знаменитого нашего артиста и балета, и балетмейстера в Большом театре. Вообще очень интересный художник, совершенно со своим интересным почерком. И он очень ответственно тоже относится к тому, как сделать декорации на этой прекрасной сцене, используя все ее технические возможности. Спасибо. Значит, на что еще хотел обратить внимание, уважаемые коллеги, это будет первый вот такой глобальный проект, очень широкий, который уже от начала и до конца готовится новым учреждением, государственным автономным учреждением Пензоконцерт, администрацией этого, творческой частью и административной частью. В том числе это как бы дебют вот этого проекта и директора ГАУК Пензоконцерт Андрея Викторовича Мамонова, который с самого начала поехал в Москву, сам уже, никто его за руку не вез, не я, мы все проговорили, он поехал, встретил с Ольгой Тимофеевной, и вот уже весь план, весь порядок подготовки организационной и финансовой, и всей прочей этой премьеры, это уже дело команды, которую возглавляет Андрей Викторович Мамонов. Вот, пожалуйста, Андрей Викторович, мы и предоставим вам слово. Ну, действительно, проект очень интересный, и много людей уже позвонили и при встрече спрашивали, когда у нас состоится эта премьера. Мы от себя хотели бы заверить, что цены на билеты будут демократичны, так как это святой праздник, 70-летие Победы. И приглашаем. Прошу прощения, Андрей, и, конечно, мы предусмотрим места для участников войны, тружеников тыла, и, конечно, их пригласим и приведем, и на самые почетные места рассадим без каких-либо там, так сказать, взыманий какой-то платы, об этом даже и речи не идет, пожалуйста. Премьера состоится 17 апреля 2015 года, но и после самой премьеры данная постановка будет у нас неоднократно показана в течение и этого года, и последующих. Мы приглашаем всех жителей, гостей нашего города к нам на эту премьеру. И, несомненно, 8 мая будет грандиозный вот у нас концерт будем делать в киноконцертном зале Пенза, основой его тоже будет капелла, но и, естественно, значительной составной частью я, как режиссер вот этого будущего концерта, по согласованию с Ольгой Тимофеевной, конечно, будет какая-то часть, фрагмент или что-то, который будет, конечно, предаст этому концерту, но на самом деле юбилейную неповторимость. Многие ветераны, впервые в своей жизни, приявшие особенно из районов Пензенской области, увидят вот такую профессиональную постановку. То есть цели очень высокие и на сегодня, я говорю, нет никаких сомнений, что мы их достигнем. Ну, сам внутренний вот такой, ну, сам позыв у нас настолько высок, что здесь или очень хорошо и полностью отдаваясь этому, или лучше никак. Вот мы, конечно, выбрали первое, сделаем все от нас завище и даже чуть более того. И еще надеемся, что это один из важных шагов в дальнейшем становлении музыкального театра в нашей области. Вот это совершенно правильная мысль, Ольга Тимофеевна, не особенно. Маэстро, я сейчас настолько вот в 70-летии, что чуть дальше-то. Конечно же, это шаг, это шаг к воплощению поручений и идеи проекта нашего губернатора Василия Кузьмича Бочкарева. Пенза заслужила того, чтобы музыкальный театр у ней был.